Примерно 940 километров преодолели за три дня поездки члены общества инвалидов из нашего округа. Незабываемое путешествие для многих стало практически реальным восхождением на Эверест. Простые ступеньки для девочек-колясочниц не проблема, когда рядом надежные и верные друзья. Понравился Владимир. Там был собор Дмитриевский. И как оказалось, этот собор в школе я рисовала. Нам задавали задание, чтобы каждый из учеников нашего класса нарисовал какой-то собор из городов. Активные путешественники посетили шесть городов Золотого кольца. Уникальные памятники истории и культуры произвели большое впечатление на всех участников поездки. На каждой остановке профессиональные экскурсоводы рассказывали о самых интересных достопримечательностях. Мы накануне поездки совсем случайно с детьми смотрели фильм «Иван Васильевич имеет профессию». И тут раз, и мы как в сказке оказались в Ростове. И я детям начинаю рассказывать, что вот здесь он запутался, вот здесь они бегали. И это, конечно, очень здорово. Очень понравился Кострома. И да все города, каждый по-своему красив. Поездка была продумана так, чтобы всем путешественникам было чем заняться. Пока взрослые увлеченно слушали предания старины глубокой, дети гуляли на свежем воздухе, катались на лошадях, знакомились с животными из контактного зоопарка. В последних мы сходили в музей, учились добывать огонь и смотрели на древних динозавров, мамонтов. Впечатлений много и мне очень понравилось эта экскурсия. Я бы хотела поехать еще. Это удивительное путешествие стало возможным благодаря помощи и поддержке добрых друзей организации предпринимателя Андрея Макалкина и председателя Координационного совета общественных объединений округа Феликса Жемалиева. 12 человек с нами было подростков до 18 лет. Ну, плюс наши девочки-колясничницы, которые с нами всегда и постоянно ездят, сопровождающие. Ну, и были взрослые тоже люди. Взял еще ребят из воскресной школы Ермольевского храма. Дай Бог, чтобы у нас получалось дальше ездить так же, дальше радовать людей. Поэтому для нас это не в тягость, для нас это в радость. Получать слова благодарности всегда приятно. Путешествия с друзьями стали уже традиционными в обществе инвалидов. За неполные два года дети и взрослые посетили Санкт-Петербург, Дзивеево и Оптину пустынь. В планах знакомство с новыми городами и подзарядка незабываемыми впечатлениями. У нас очень много друзей. Кто такие друзья? Это люди неравнодушные, щедрые, заботливые, которым не все равно, как живут инвалиды. И они рядом с нами. И нас радует, что круг наших друзей расширяется. Несмотря на свой недуг, члены общества инвалидов активно и энергично откликаются на любое интересное предложение. График поездок на ближайшие две недели уже расписан довольно плотно. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Интересный.